Давненько, друзья, у нас не было обзоров на роботы-пылесосы. Исправляем ситуацию. Сегодня посмотрим новинку, которая вышла в конце 2022 года. В 2023 все еще актуально. Это робот-пылесос от компании Lightroaks. Модель называется G7. Мы тестировали много различных уже роботов от этого бренда. Все плюс-минус было неплохо. Какие здесь особенности, все, что вы должны знать перед покупкой, сейчас вам расскажу. Всем привет, друзья! Краткий обзор, но информативный Lightroaks G7 робот с базой самоочистки. Начинаем! Комплектация здесь хорошая. В наборе есть две тряпки для влажной уборки, одна установлена на площадке. Документация подробная на разных языках, запасной хэпофильтр, один уже в пылесосе, сечевой кабель с европейской вилкой, щетка и лезвие для очистки. Две боковые щетки, одна запасная, два мешка для контейнера самоочистки и третья уже установлена в базе. Не хватает разве что пульта дистанционного управления, а так комплект очень хороший. Пылесос красив, безусловно, но опять те же грабли. Блестит, переливается, глянец, дорого, богато, но все это дело марка и нужно частенько протирать. С верхней части у нас лидар, это лазерная навигация. Две кнопки управления утоплены и залиты глянцем. По контуру предусмотрена разноцветная подсветка, смотрится красиво. С противоположной стороны надпись бренда. С передней части дополнительный сенсор на бампере, их там даже несколько. С задней стороны контейнер для мусора, совмещенный с баком для воды 300 на 300 получается. Решение интересное, но странное, конечно, для меня. За счет этого не такие большие объемы получаются, но с другой стороны нам-то ничего не нужно вычищать. Он сбрасывает мусор сам в базу, а там мешок на 3 литра. С нижней части большие колеса, по центру турбощетка, она легко снимается для очистки. В этой версии одна боковая щетка, вторая запасная. База представляет собой вот такую вот небольшую конструкцию. С передней части большая глянцевая панель с сотовой текстурой. Смотрится это интересно. Под крышкой установлен мешок, вынимается для очистки легко. Внизу дополнительный фильтр, стыковочные контакты и резиновый подпружиненный уплотнитель позволяют нивелировать контакт при зарядке и очистке. С задней стороны базы пор для подачи питания и органайзер для намотки лишнего провода. После подачи питания в верхней части базы загорается вот такая вот подсветка, ненавязчивая. Дисплея нет. По характеристикам, то уборка до 200 квадратов на одном заряде, поддержка нескольких этажей, до 6500 паскалей в пике, обычная мощность неизвестна. Лидар плюс ислам, работает с Amazon Alexa или Google Assistant, распознавание ковровых покрытий, бесщеточный мотор, голосовое управление, преодоление препятствий до 20 мм. Давайте, ребят, это сразу и проверим. Прошлая модель Lightroaks XR500, обзор которой есть у нас на канале, не смогла преодолеть это препятствие. G7, как видите, без проблем справляется, перелетает на ура. Поэтому, если в доме есть пороги, мебель, стулья с ножками, гладильные сушильные доски, то такой робот справится с уборкой и преодолевая препятствия высоты. Управляется робот через приложение Smart Life посредством Wi-Fi сети. То есть уборку можно запускать, находясь вне дома при наличии интернет-соединения. Приложение не самое лучшее, что я видел за годы тестирования, но все же в нем есть практически все, что нужно. Вверху название роботом, ниже построенное картом. Робот делит самостоятельно все на комнаты и каждую можно подписывать, обозначать и, соответственно, направлять для уборки в нужную или сразу во все. Water Level – установка интенсивности смачивания тряпки во время влажной уборки. Есть пункт по установке запретных зон и виртуальных стен, чтобы робот не посещал эти места. Допустим, выделить ковры или зоны кормушек животных. Все можно редактировать, делить комнаты, объединять их. Ниже площадь уборки, время и заряд батареи. Еще ниже варианты по уборке – точечная, зоны, комнаты или автоматическая. Иконками обозначены возврат на док-станцию, старт уборки, выбор мощности пылесоса. Четыре режима – от тихого до турбо-максимального. И еще пункт по дополнительным настройкам. Здесь задаем время уборки по расписанию, например, когда вас нет дома. Предусмотрен также пульт дистанционного управления. Если станет совсем скучно, можете погонять как РУ-модель. Поиск робота. Выглядит это вот таким вот образом, отзывается. Я нахожусь тут. Я нахожусь тут. Выбор карты, автоочистка контейнера, продолжение уборки после автоматической подзарядки – тоже полезная фишка. Настройка опорожнения контейнера в станцию самоочистки. Каждый раз после уборки, раз в две или три уборки. Никогда, то есть, есть тоже режим. И можно вручную запустить. Записывается история уборок, настройка громкости голосового помощника, русский язык есть. Режим не беспокоить, контроль за расходниками и другие параметры. Русского языка нет, но, как видите, все очень просто, да и делать особо ничего не нужно. Голосовой пакет русский есть. Из коробки все будет работать. Карту только сохранить нужно будет свою. Давайте от слов к делу, как говорят. Запускаем уборку в комнате 15 метров квадратных за вычетом мебели. По центру кидаем стул, посмотрим, как он будет его объезжать. Робо стартанул резво, определил границы, начал строить карту и погнал наводить чистоту. Сюрпризов, друзья, не было никаких. Справился с задачей нормально. Получилось у нас 12 метров квадратных за 15 минут с учетом различных препятствий. И скушал 9% заряда. Как помним, указано, что на одном заряде может убрать 200, но то, наверное, в идеальной комнате на минималках. В целом где-то рассчитывайте на 80-100 метров. Но есть продолжение уборки после дозарядки тоже полезно. Хорошо, проверяем влажную уборку. Для этого вынимаем контейнер, добавляем водички и ставим насадку с тряпкой. Запускаемся. Я выбрал максимальное увлажнение. Уборка прошла отлично. Полы реально стали влажными. Блестят, ну и чищь, конечно, однозначно. В комнате приятней стала атмосфера после влажной уборки. Я думаю, понимаете, о чем я. Для ламината можно ставить даже низкий или средний уровень по уборке. Теперь тест в целом на уборку мусором. Для этого берем хлопья, чай, семечки, шерсть, волосы и так далее. Рассыпаем и включаем уборку. Изначально я подумал, ну да, ну да, такой лютый бред. Сейчас все это дело разлетится и пылесос вообще не годится для уборки в ограниченном пространстве. Так как алгоритмы выстроили уборку зигзагом от бортов. Но, друзья, я ошибся. На удивление, одного раза было достаточно, чтобы убрать 95% всего мусора. Как он это сделал, я не знаю. Но с задачей справился лучше, чем многие наши протестированные модели прошлые. Осталось пару кусочков хлопьев из всего, что мы насобирали. Так что здесь прям 8 из 10. Еще один важный момент это уборка ковровых покрытий. Я взял максимально шерстяной мягкий ковер, в который отлично помещается много мусора. И он там путается. Высыпаем противные хлопья, чай, немного шерсти. Стартуем. Буквально 3 прохода. И даже на таком волосатом ковре пылик смог справиться достойно. Реально скушал все. Это хороший результат. И последний тест. Станция самоочистки. Насколько она мощная и что может вытянуть? После всех уборок всего лишь в одной комнате у нас получилась вот такая вот грязь. Тут гороволос, много мелкодисперсной пыли, которая повязана уже в клубке. В общем, посмотрим, что получится. Паркуем робота на базу и запускаем очистку. Все процессы проговариваются голосом. Робот, кстати, очень много говорит. То он спит, то он проснулся. Поставить его на место, не трогать и так далее. Скучно вам с ним точно не будет, но всегда можно отключить или убрать громкость, если что. Возвращаюсь на зарядку. Начинаю сброс мусора. Возвращаюсь на зарядку. Контейнер извлечен. Контейнер для пыли не установлен. После самоочистки открываем, смотрим, что у нас в контейнере. Видим лишь пару небольших кусочков мелкой пыли. Это хороший результат. Напоминаю, что можно выставлять разные параметры по очищению и можно принудительно запускать повторно. По итогу могу сказать, уборщик получился хорошим. С уборкой не разочарует вас точно. Но есть, как всегда, вот то самое но. Цена, друзья. Цена просто космическая на эту модель. В магазине у продавца на момент написания обзора это было 400 долларов. И это просто лютый оверпрайс. Точно нужно ждать снижения или просто не покупать. Говорю как есть, чтобы не было вопросов. Модель после обзора эта будет продаваться. Ну, конечно, с большой скидкой. Так как я-то понимаю, что вроде все круто. Но видели мы модели с похожим функционалом. Но процентов на 25 дешевле. Так что как-то так. Можете вы написать, сколько должен стоить такой пылесос с базой самоочистки. Да, Xiaomi Roborock S7 есть с базой. Но он будет стоить порядка 800 долларов. И это уже немножко другой уровень. Все-таки Lightroaks это средний сегмент рынка. И обычно они топили вот за цена-качество. Здесь чуть немножко ситуация пошла в другую сторону. Ну что ж, друзья. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу данного робота, пишите в комментариях. Если выбираете себе робот-пылесос или беспроводной вертикальный пылесос, заглядывайте в описании. Также там есть плейлист, в котором собраны все наши обзоры на все роботы, которые мы тестировали. Вертикальные, беспроводные роботы. Что-то для себя там точно найдете. Еще есть моющие. Если вам нужен вот этот пылесос после обзора, тоже можете приобрести в нашем инстаграм. Белсторуя и полезная ссылка также в описании. Заглядывайте, в общем-то много всего интересного. Будем и дальше тестировать различные устройства из Китая. Не только. Ставьте лайк, подписывайтесь, берегите себя и увидимся с вами очень скоро.